Приветствую вас, Ирина. Давайте разберемся в том, что вы написали. Значит, вы пишете, что у вас есть проблемы в личных отношениях. Не защитите меня за, скажем так, придирчивого человека, но вы здесь допускаете сразу несколько, на мой взгляд, ошибок. На которые вам, на мой взгляд, нужно обратить свое внимание. Первая ошибка заключается в том, что не может быть, как таковых, не может быть проблем в личных отношениях. То есть могут быть проблемы у вас. У вас проблемы быть могут. Могут быть проблемы у молодого человека, например. У него проблемы тоже быть могут. Но не могут, не может быть проблем, не может быть проблем, условно говоря, у вас обоих. Потому что у каждого из вас свои проблемы. У каждого из вас свое понимание того, что происходит. И так далее. Соответственно. Это очень важно вам для себя понять. Это очень важно для себя понять. Следующее. Вы пишете, что проблемы в личных отношениях у вас. Но что такое личные отношения? Что они из себя представляют, эти самые личные отношения? На мой взгляд, личные отношения – это отношения двух индивидуальностей. То есть, на мой взгляд, личные отношения – это отношения двух индивидуальностей, двух личностей, которые между собой взаимодействуют. Вряд ли вы с молодым человеком при всем уважении к вам, вряд ли вы, значит, как бы так сказать, вряд ли вы относитесь к нему как к личности сейчас. На данный момент. Понимаете, вряд ли вы относитесь к нему как к личности. Вот. Поэтому я бы не сказал, что у вас именно личные отношения. У вас, скорее, отношения очень неличные. Ваши отношения, скорее, социальные. Именно потому, что вы перестали видеть его. И, возможно, перестали видеть себя. А, может быть, и никогда не видели, я не знаю, как к личности. То есть, проблема, проблема, она именно в этом. Проблема именно в том, что вы не выстраиваете личных отношений. Вы выстраиваете социальные отношения, считая при этом, что вы выстраиваете личные. То есть, вот здесь вам нужно, ну, на это обратить внимание. Дальше. Вы пишите. Своими истериками, требованиями, провоцированием конфликтов довела ситуацию почти до расставания. Здесь нужно, Ирина, разбирать более, конечно, подробно, что вы имеете в виду под истериками. Да. То есть, если истерика, то истерики по поводу чего вы устраиваете. Если у вас требования, да, то требования также по поводу чего, то есть, какие это требования. Если истерика, то это, как правило, потребность во внимание. А это, соответственно, неуверенность в себе и неуверенность в том, что вы значимый. То есть, вы не чувствуете себя значимой. Вот. Ну, вообще не чувствуете вообще себя значимой. И это, на самом деле, проблема, действительно проблема, которую нужно решать. То есть, это правда проблема. Проблема, то, что вы не чувствуете себя значимой. Но это ваша проблема, то, что вы не чувствуете себя значимой. И вашу проблему, то, что вы себя не чувствуете значимой, нужно решать. То есть, вам нужно решать вашу проблему истерики. Также, когда вы говорите, что, значит, своими требованиями, то есть если у вас эти требования есть, нужно тоже определить, что вы требуете, чего вы требуете, что вы хотите для, допустим, себя. Почему вы считаете, что молодой человек должен вас в этом смысле удовлетворять? То есть это тоже очень важная история на самом деле. Понятно, что за требованиями стоят ваши желания, понятно, что за требованиями стоят ваши добротности, это понятно. Не очень понятно, не очень понятно, почему вы считаете, что требования ваши должен удовлетворять, реализовывать молодой человек. Вот. То есть вот это не совсем понятно, на мой взгляд. И именно это, именно это и нужно вам, значит, разбирать. То есть сами желания, которые у вас есть, они, в общем, адекватные, они вполне нормальные. Но, вот как вы выражаете их, да, то, что вы себе сами, скорее всего, запрещаете их выражать, вот это и есть, собственно говоря, основная проблема. Дальше, вы пишите о том, ну, дальше вы пишите, вы пишите о том, что, значит, провоцируете конфликт. Вы пишите, что провоцируете конфликт. Опять же, провоцирование конфликта никогда не бывает случайным, случайным. То есть, если вы конфликт провоцируете, значит, вам это для чего-то нужно. Если вы провоцируете конфликт, значит, вы хотите этого конфликта. Если вы провоцируете конфликт, значит, либо вы сознательно хотите из своих отношений, допустим, выйти, выйти, вы считаете, что вы недостойны отношений и хотите, условно говоря, отвратить от себя своего молодого человека, либо вы получаете в конфликте для себя то, что не можете получить в другой сфере, в другой жизни, ну, при других проявлениях, в других ситуациях, короче говоря. Вот. И это тоже нужно разбирать. То есть, тоже нужно разбирать, по какой причине так. То есть, нужно разбирать, что вы получаете, что вы хотите. Вот. Вот. Именно. От конфликта. Не просто же так вы провоцируете этот самый конфликт. То есть, грубо говоря. Грубо говоря. Необходимо принять личную ответственность. Необходимо принять личную ответственность. за то, что, вот, собственно, между вами происходит. То есть, личную ответственность за то, что происходит, ну, может быть, даже не между вами, а именно с вами. Вот. То есть, вот так. А пока что вы просто-просто говорите о конфликте, как о чем-то, что от вас вообще не зависит. То есть, вы говорите о конфликте, как о чем-то, на что вы, типа того, не влияете совершенно никак. Вот. Но это ведь не правда. И вы знаете, что это неправда. Вы знаете, что вы, как бы, ну, отвечаете за конфликт, который происходит. Вы не можете не отвечать за конфликт, который происходит. Вы вносите, вот, ну, в него, да, вот, в конфликт вы вносите свой какой-то склад, да, и так далее. То есть, это вот то, что вам нужно разбирать. Это то, что вам необходимо разбирать. Дальше, значит, довелась ситуацию почти до расставания. И вы понимаете, что вы это сделали, но для чего вы это сделали, почему вы это сделали? И вроде бы понимаете, что так нельзя, нельзя. Нельзя – это запрет. То есть, если вы говорите, что нельзя – это запрет. Вы запрещаете себя. Объективно, ну, запрет – это не то, что вам вообще может, ну, что-то дать, да. То есть, объективно, запрет – это не то, что, не то, в чем можно добиться каких-то плюсов, да. То есть, себе нужно не запрещать, а наоборот, нужно раскрывать, что я хочу. То есть, ну, да, допустим, допустим, так нельзя, но я же все равно это делаю. Ну, да, так нельзя, но я же все равно так поступаю. То есть, как бы, ну, да, так нельзя, но я же все равно, я же все равно так делаю. Так, может быть, имеет смысл понять, почему вы так делаете? Что стоит за вашим желанием так делать? Вот какая штука. И если вы для себя на этот вопрос ответите, если вы себе на этот вопрос ответите, что вы сможете не запрещать себе что-то делать, а наоборот, раскрыть. Наоборот, раскрыть свои потребности и свои желания. Может быть, вы чего-то боитесь, может быть, вы чего-то хотите, может быть, есть еще какие-то нюансы, да. Куча, ведь куча, куча есть возможных причин для того, чтобы вы находились вот в конфликте. Куча, куча, куча возможных причин есть, но необходимо, необходимо с этим определиться, не отделываясь запретами какими-то, да, потому что запрет это абсолютно неэффективно, как вывод себя обвинять. Может быть, вы для того и, может быть, вы для того и действуете так, как действуете, чтобы после себя обвинять. Может быть, для того вы так и поступаете, чтобы после себя винить за то, вот, значит, что я сделал за то, что вот я такая плохая, там, скандалью, там, и так далее. Понимаете? Вот. Но в этом нет никакого, как бы, смысла, да, и нет никакого позитивного сверна в этом. То, что вы говорите, что вы не знаете, то, что вы говорите, что нельзя, то, что вы говорите, что нельзя, в этом, ну, нельзя, да, а дальше что? Как бы вы все равно продолжаете это делать. Вот. То есть, здесь, значит, личная ответственность за свои желания. Дальше, малейшее слово, понимаю, как надо себя вести. Вот опять же, да, есть тут небольшая тонкость. То есть, вы говорите, понимаю, как себя нужно вести, надо вести, точнее, кому надо. То есть, с каких пор, с каких пор поведение определяется тем, что надо, а не тем, что, например, ну, не тем, что я хочу. То есть, вот здесь, то, что нужно тоже подкорректировать, да, потому что, ну, что значит надо? Это, опять же, какая-то такая очень, ну, навязанная очень позиция, да, то есть, вот, надо. Может быть, именно потому что вы знаете, как надо себя вести и не ведет себя так, как вам хочется. Из-за этого тоже может быть проблема. Вот. С другой стороны, не мешало бы определить, что вообще происходит, да? То есть, условно говоря, ну, я уверен, что так было не всегда. То есть, не всегда были столь конфликты. То есть, очевидно, вероятно, что раньше ситуация была другой. То есть, это началось, значит, ну, с какого-то момента, это началось с какого-то, ну, происшествия в вашей жизни. Вероятно. Вероятно. Ну, так вот, давайте, опять же, поисследуем это. Давайте, давайте поисследуем этот момент. То есть, поисследуем, с чего началось подобное поведение. Что вас мотивирует подобное поведение поддерживать? Да? Дальше. Значит, малейшее слово я вспыхиваю, как спичка. Это означает, что вы находитесь в постоянном напряжении. То есть, вы находитесь в постоянном напряжении, в постоянном ожидании, может быть, чего-то плохого. Вы находитесь в постоянном, как бы, ну, не расслабляетесь вы в общем, не релаксируетесь вы в общем. Вот. А это очень важная история, если вы хотите отношений каких-то все-таки, ну, таких, гармоничных. То есть, по сути, по сути, вот, когда вы говорите, что вспыхиваете, как спичка, это свидетельствует о том, что у вас есть постоянно какие-то какие-то, ну, я не знаю, постоянно какие-то ожидания, вероятно, да, то есть, ожидания именно, вот, ну, какие-то негативные ожидания. От окружающего, например, там, людей, может быть, от молодого человека или от себя, понимаете, вот, так это работает. Такая история. Вот. Дальше. Значит, стал обидчивой, остро реагируя на любое слово молодого человека. Ну, опять же, понимаете, обидчивой вы стали не вдруг, то есть, это произошло, ну, условно говоря, там, вследствие чего-то. То есть, это произошло в результате каких-то происшествий, раз вы стали обидчивой, значит, нужно понять, с чего это все началось. Это первое. И второе, на что нацелена ваша обида. То есть, в основе обиды всегда лечат определенные человеческие желания, определенные потребности и, что самое главное, определенные ожидания. То есть, у вас есть ожидания какие-то от, допустим, своего, ну, своего молодого человека, вот. И эти ожидания, вот именно свои ожидания, вы пытаетесь ему, ну, как бы сказать, на него перенести. А сами, сами за ответственность, опять же, за свои ожидания, вы брать не хотите. Сами ответственности за свои ожидания выбрать не хотите. И когда, вот, собственно говоря, происходит такая история, что ваши ожидания не подтверждаются и не оправдываются, вы обижаетесь. Только потому, что, вот, не хотите брать ответственность на себя за то, к примеру, что происходит. Вот. Столько и всего. Поэтому этот момент нужно исследовать, на мой взгляд, этот момент нужно прорабатывать, на мой взгляд, потому что, опять же, повторюсь, что ваши ожидания не имеют права быть, они имеют права на существование, но их форма, к сожалению, является крайне деструктивной. То есть, форма такой, форма такой быть не должно, форма должна быть другая. Ну, то есть, более такая, скажем, корректная форма, да, то есть, тут и навыки бесконфликтного общения, и я-сообщение можно использовать для, скажем, так, донесения до своего партнера, партнера, допустим, того, что вы хотите. Дальше, остро реагирую на любое слово молодого человека. Опять же, я уверен, что не на любое слово, только то, которое вам не нравится. Ну, соответственно, нужно выяснить, чем конкретно вам не нравятся слова молодого человека, то есть, чем они вас, условно говоря, задевают, да, и почему они вас, условно говоря, задевают. Это нужно исследовать. А-а-а, ну, вот. Как бы, то есть, тут, опять же, то, что вы остро реагируете, да, за реакцией всегда что-то стоит. То есть, вот, за реакцией остро, всегда что-то находится, что-то стоит. А-а, при этом, с другими людьми мягко, улыбчиво мягко. Ну, опять же, с одной стороны, за это отвечают, что, что для вас значит молодой человек, с одной стороны. А-а, с другой стороны, возможно, вы с другими людьми мягко, потому что вы не доверяете им. То есть, вы чересчур мягко с другими и чересчур жёстко с молодым человеком. Вот. То есть, это, ну, как сказать, определённый дисбаланс, да. Вот. И если мы, допустим, признаём, что это дисбаланс, то, наверное, имеет смысл именно этот дисбаланс откорректировать, да. То есть, сделать так, чтобы подобного дисбаланса не было. То есть, более корректно реагировать, например, на людей вокруг вас, с которыми вы мягко, более корректно реагировать, более своевременно реагировать. Вот. Чтобы не было такого, что, ну, возможно, вы чувствуете себя с ними. Как-то вот нежелательно, возможно, вы чувствуете себя с ними. Как-то неприятно, возможно, вы чувствуете, что они вас там, допустим, чем-то ущемляют, ну и так далее, короче говоря. Вот. То есть, это всё очень важная история, и на это всё нужно обращать внимание. Обязательно, обязательно, потому что, ну, нужно смотреть, как вы выстраиваете отношения с людьми, да. То есть, нужно смотреть, как вы выстраиваете отношения с другими людьми, не только с младым человеком. А насколько справедливым является то, что по отношению к другим вы, ну, что по отношению к другим вы мягко, мягко и мило, и даже, и слова грубого не скажете. То есть, иногда, грубое слово, всё-таки оно, ну, как бы, нужно, нужно, да, нужно и важно. Дальше. Как обыздать свою эмоциональность по отношению к любимому человеку? Обыздывать не нужно. Нужно смотреть, что на ней скрывается, выражать её более, может быть, адекватно, более, может быть, так сказать, конструктивно. Обыздывать ничего не нужно, потому что эмоциональность, она ваша и, как бы, я не считаю, в общем, что её нужно обыздывать. Это, ну, это в корне неверная позиция, в корне неверная позиция, что эмоциональность нужно обыздывать. То есть, если, знаете, вы, вот вы такая, да, вот вы такая, что вы эмоциональны. И, как бы, нужно использовать это, ну, использовать эту эмоциональность себе во благо. Вот, понимаете? За эмоциональностью что-то стоит, всегда. Всегда за эмоциональностью что-то стоит. Вот, если вы, может быть, с помощью психолога, может быть, сами, ну, сами вряд ли, да, вот с помощью психолога, если вы сможете увидеть и определить, чем, что стоит за вашей эмоциональностью, то обыздывать не придётся. Вы сможете просто выражать свои чувства и всё. Ведь понимаю, что разрушая наши отношения, пишите вы. Необходима мотивация, то есть, если вы понимаете, что вы разрушаете отношения, то вы делаете это зачем-то. То есть, нужно исследовать, зачем вы разрушаете отношения, ибо я уверен, что вы делаете это не просто так. Вот, это, ну, это такой момент, на мой взгляд, достаточно серьёзный. Далее, на мой взгляд, очень важный нюанс, что вы говорите про отношения, а не про самого молодого человека. То есть, вы хотите сохранить отношения, потому что они, эти самые отношения вам, почему-то, как бы, ну, почему-то они вам очень сильно нужны и важны. Это не очень хорошо, потому что молодой человек, личность молодого человека в таком случае отходит на задний план. Вот, молодой человек перестаёт быть таким важным, таким нужным, и на передний план выходит именно то, что вам нужны отношения. Поэтому я хотел бы разобрать и рассмотреть, почему вам важны и нужны отношения, то есть, почему вы так хотите сохранить отношения. И по какой причине и как вы воспринимаете личность своего молодого человека, как бы, ну, не на первом месте. То есть, для вас это не на первом месте, личность молодого человека. Вот, вполне возможно, что вы его и не любите, а у вас просто есть определённая потребность в нём. То есть, это, это зависимость. Ну, если это зависимость, то, конечно же, с этой зависимостью нужно будет работать, это обязательно. Да? То есть, ну, понимаешь ты, я надеюсь, что, если это зависимость, да, если это зависимость, то, то с зависимостью нужно будет работать. Вот. Дальше вы спрашиваете, как сохранить отношения? Понимаете, отношения сохранять нельзя, потому что там есть отношения без, ну, без людей, да, отношения невозможны. То есть, сохранить отношения бесполезные. А вот менять свое отношение, например, к человеку, да, с которым вы в отношениях, вот это вполне себе можно. И даже нужно. Вот. Но это, это ваша уже ответственность. То есть, это ответственность именно ваша, чтобы сделать так, и чтобы на спех, на, ну, на первый план вынести именно личность человека, человека, а не отношения, не отношения с ним, в смысле отношения без человека, да, это, это, ну, это ничто. И я уверен, что вы сами в глубине души это знаете. Вот. То есть, у меня есть, условно говоря, большие сомнения в том, чтобы вы не сможете его полового человека любить, у меня есть большие сомнения вообще до этого. А если любив его, вы хотели бы, допустим, ну, как вариант, сделать его счастливым. Вот, у вас подобная тенденция отсутствует. Я не говорю, что это плохо, я не обвиняю вас, просто говорю, что отсутствует. Вот, если отсутствует, значит, над ней нужно работать. То есть, нужно над этим работать и исследовать, чтобы она появилась. Для чего необходимо освободить ваш ресурс, который, вероятно, занят решением каких-то других проблем ваших и так далее. Борьбой может быть, ну, вот, с собой. То есть, вы, ну, боретесь с собой. Вот, вот так примерно, я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос, который вы задаете. Я надеюсь, что для вас это было полезно, полезно. Вот, я надеюсь, что вы подумаете над тем, что я сказал, потому что это очень важная история, очень важный момент. Вот, и, соответственно, выберите себе психолога и поработайте уже с психологом индивидуально и разберете вашу ситуацию досконально. Может быть, привлечете молодого человека в свою психологическую работу. Это тоже очень хороший вариант. А пока, все удачи вам. Я желаю всего самого доброго. Если у вас остались вопросы, пишите их в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Продолжение следует...